На прием к депутату Государственной Думы Вячеславу Фетисову многие жители идут уже после того, как безрезультатно попробовали решить проблему на местном уровне. На таких встречах часто присутствует и глава муниципалитета. Мы ведем совместный прием и с точки зрения решения вопросов именно здесь на земле, присутствия главы, присутствия кого-то из муниципальной власти, по сути, которые и должны обязаны решать эти вопросы, это очень правильно. В этот раз проблемы поднимались самые разные. Так, Любовь Михайловна Олиференко много лет не может решить жилищный вопрос. Ей, проработавшей 20 лет старшей медсестрой ВРКБ, обещали дать муниципальную квартиру, которую она сможет выкупить по льготной цене. Но выделенное жилье до сих пор в статусе общежития. В 2010 году мне дали квартиру 27,8 квадратных метров. Спасибо и на этом я уже хотя бы не оплачивала это жилье. Но были какие-то решения. Вот в Московском мне сказали, будет предложен вариант. Я говорю, я согласна на любой. Алексей Спаский сообщил, что в связи с большим стажем работы на территории муниципалитета в государственном учреждении у Любови Михайловны должно быть право выкупить квартиру за 10% от рыночной стоимости. Сегодня в момент Любови Михайловны, когда мы принимали, прозвучало о том, что идет жилищная комиссия ровно параллельно, где ее вопрос рассматривается. Мы пообещали, что не позже, чем завтра мы ей позвоним, но вот сейчас уже пришла информация, что решение по вопросу по квартире положительное, и мы наберем ее сегодня. Это решение главы, наверное, должно дать понимание людям, что если ты работаешь добросовестно на территории, если ты, в общем, особенно в социальной сфере, то ты будешь защищен в своих правах. Жительница деревни Мисайлова Елена Штайнгаур попросила помочь внести изменения в проект строительства дороги Каширское шоссе Молоково-Андреевское, так как часть дороги должна пройти по земельному участку, где расположены танхаусы, в одном из которых она проживает. Там есть рядом место, есть рядом поля, и там никто еще не живет и ничего не мешает изменить на данный момент проект и план застройки, потому что именно из-за план застройки хотят снести нас. Надеемся, что сумеем каким-то образом разобраться, не знаю, насколько уже решение принятое можно будет поменять. Глава обещала разобраться в ближайшие три недели, а мы будем контролировать весь этот процесс. Одни проблемы пришлось брать, что называется, на карандаш, другие разрешились уже в процессе встречи. Так Татьяна Степанова, проживающая на Жуковском проезде со своим свекром, ветераном Великой Отечественной войны, уже давно не может добиться обещанного еще в 2017 году утепления дома. Но глава муниципалитета пообещал, в этом году работы будут выполнены. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Субтитры создавал DimaTorzok